всем привет пока едем машине за запишем видео ответим на ваши вопросы и вопрос очень простой немножко смешной но все равно ответим звучит вопрос так расскажи про реднеков это типа наше деревенское быдло вот такой вопрос ну что рассказать про реднеков это не деревенское быдло это можно сказать это субкультура такая в основном вот люди которых называют реднеками живут на юге в маленьких городах ну то есть в принципе да это вас ну деревенские люди хотя в принципе сейчас места где живут люди которых можно в принципе назвать этот не и не совсем уже и деревни но но это да это не мегаполисы вообще слово реднек это оскорбительное слово считается хотя некоторые люди наоборот как черный черный это не оскорбительный black если ты говоришь это несколько несколько книга это оскорбительный хотя они сами себя так называют а есть такие реднеки которые гордятся тем что не реднеки они сами себя называют реднеками вот но есть такие для которых это обидно слово роднек оно вообще произошло от двух слов в английском языке это red и нек red красный нек это шея потому что продать это в основном люди которые работают не в офисе а на улице там на фермах либо там не знайте на какой-то стройке ну ранее скорее всего на замполя начали называть реднеков тех людей которые работали вот в сельском хозяйстве и поэтому у них красная шея от солнца загорелая и вот от этого пошло слово роднек роднеки они патриотичные люди они патриоты америки в основном а вот как как роднек может себя выдать так это тем что он едет вот на огромном траке на котором наклейки флагов сша есть еще кроме наклеек и просто большие флаги также роднеки любят не флаг сша повесить а флаг конфедерации тот флаг который днр за себе спионерили и придумали себе что это их флаг на самом деле это флаг конфедерации вот получается они ненавидят америку но при этом в той же америке они еще и флаг спионерили у роднеков свой особый такой говор не акцент а как это называется правильно диалект они смешно говорят и мы когда жили в лейклэнде ну то есть в принципе есть очень много людей которых можно назвать роднеками люди как люди они просто такие но есть вот прямо такие экземпляры по которым сам стереотип роднеках просто вот написан которые вот являются этим стереотипом это очень смешные люди я как-то встретил такого парня вот он то как он говорит но это просто хохма я я сдерживался чтобы просто держать настолько это вот смешно и такой типичный роднековский у него был разговор что еще добавить нет это не быдло это это такая американская субкультура это люди которые живут в основном на юго-востоке сша которые в основном работают на улице вот не то что они не образованы но но я думаю небольшой процент роднеков имеет все-таки высшее образование вот такой такая субкультура и такой о них сложно стереотип которые есть и быдло в принципе но как и везде и во всех культурах среди роднеков есть быдло и среди других не роднеков среди обычных есть тоже и вроде культурный человек вроде как выглядит нормально одет без красной шеи но он может быть быдлым поэтому называть роднеков быдлом это нехорошо вообще роднеков роднеками называть нехорошо потому как это все-таки это считается оскорбительным так что есть такие люди деревенские иногда хорошие иногда не очень иногда дружелюбные но не надо путать роднеков с другими тоже похожими субкультурами как вот hillbillies есть еще такая субкультура есть еще white trash белый мусор иногда роднеков путают с white trash но это это не то это это тоже разные я бы сказал что white trash это еще такая субкультура которая отделилась от роднеков это именно те люди которые живут на пособие которые не хотят ничего делать которые бухают которые злые ладно хватит тогда про роднека в этом видео задавайте еще другие вопросы интересные мы по возможности будем выход на них отвечать всем спасибо за просмотр всем пока